В Вольском военном институте собрались лучшие военные повара, коки и пекари, чтобы выяснить, кто же из них лучший по профессии. Изначально в конкурсе участвовали 1600 человек, а в финал вышли 60. Все они борются за право представлять вооруженные силы России в международном конкурсе. Первое, второе, третье и компот, а еще хрустящий армейский хлеб, вкусные булочки, пироги и даже круассаны. В этом конкурсе лучшие военные повара, коки и пекари демонстрируют все свое кулинарное мастерство. Однако своих секретов не раскрывают даже журналистам, лишь интригуют необычными для армейского стола названиями блюд. Оливье по старинному рецепту – это как это? Ну, я рассказывать секрет не буду, скажу просто то, что когда он будет готов, вы можете его попробовать уже и там все поймете. Это секрет, так как у нас все же соревновательный момент здесь идет, ну, мало ли всего. Насколько я понимаю, майонеза там не должно быть? Нет, нет, ни в коем случае. Если шеф-повар в ресторане может улучшить блюдо с помощью каких-то неожиданных ингредиентов, то в этом конкурсе набор продуктов ограничен. А посему надежда только на мастерство участников. Меню тоже обговорено заранее. Сельд с винегретом, салат вкусный, борщ флотский, рассольник ленинградский, рыба жареная с рассыпчатой рисовой кашей, антрикот с запеченным картофелем и сыром, а также морс из клюквы и компот из сухофруктов – все это по утвержденной рецептуре. Есть руководство по приготовлению пищи для Министерства обороны, разработано уже довольно давно, обновляется периодически. Но основные блюда – это наша любимая традиционная русская кухня. Все в соответствии с этим руководством составлены технологические карты. И вес полностью, закладка соответствует нормам продовольственного пайка. Готовим или овощной гарнир, или крупяной гарнир. Это зависит от приема пищи, во-первых. Но армейский пайок сбалансирован полностью по всем показателям. То есть, по белке, жиреуглеводам, калорийность полностью покрывает суточную потребность солдата в энергозатратах. Что касается произвольных блюд, которые выбрали сами участники конкурса, то и здесь имеются ограничения в количестве ингредиентов. И, естественно, ни о каких специях, кроме соли, речи не идет. Но, несмотря на это, повара демонстрируют просто невероятную изобретательность. Создается впечатление, что даже из топора они смогут приготовить что-нибудь вкусненькое. В стороне от полевой кухни в здании лаборатории колдуют над тестом лучшие пекари. Кроме армейского хлеба, их задача – испечь еще 10 наименований хлебобулочных изделий. Выпекаем рыбный растягай, пирожки с картошкой, штрудель сделаем, пирожки с повидлом, ватрушки. Всего одного много-много. За работой участников конкурса пристально следят судьи. Это специалисты в области питания, которым даже беглого взгляда хватает, чтобы определить, достаточно ли тонко нарезана морковь, не переварилась ли картошка и хватает ли дрожжей в тесте. Мы смотрим полностью уже, как может работать поварской состав. То есть, их уже специально, по своей специальности, как они работают, как готовят блюда, как соблюдают технологию приготовления, технику безопасности, саму культуру приготовления. Именно одно из условий такое, что даже те блюда, которые они хотят делать на свой вкус, только из тех продуктов, которые идут по общевойсковому пайку или по морскому пайку. То есть, никаких лишних продуктов, ингредиентов нет. Только то, что положено солдату, матросу во время его службы. За время конкурса по всей России военные повара и хлебопеки выпекли более 5,5 тонн хлеба, 2 тонны хлебобулочных изделий и приготовили 12 тысяч порций блюд русской национальной кухни. В результате этого конкурса определится команда лучших военных поваров, коков и пекарей, которые представят Вооружённые силы Российской Федерации на международном конкурсе «Полевая кухня». Он состоится уже через месяц. Изъявили желание участвовать уже 8 стран. Такие страны, как Монголия, второй год, кстати, она будет участвовать. В прошлом году они тоже выступали. Также Азербайджан, Сербия, Египет, ЮАР и другие страны. Отметим, что в прошлом году в этом международном конкурсе наши повара коки и пекари были признаны лучшими. Пожелаем им удачи и на этот раз.